Я сейчас нахожусь в посёлке Ревалсар, или как называется, может быть, городочек. Вот на самой высокой точке, но там выше ещё есть точка. Вот Будда, которого снималось снизу много раз. И вот вся эта местность Ревалсар, она как тарелочка в горах, в глубине тарелочки, находится озеро. Вот это вот озеро полное карпов. С ним связана одна легенда, что тут недалеко есть городочек Манди, в 30 километрах. И правитель Манди, у него была принцесса Мандасарава. И он её очень любил, к ней сватались такие принцы. Но она хотела уйти в горы и там медитировать. И в конце концов она просила-просила отца, и он её отпустил. А здесь в горах, вот там вот находится её пещера, вот там, где три вот этих вот столба. Высоковольтных. И там недалеко правее её пещера. А рядом была пещера, недалеко пещера была святого индийского Падмасамбхава. И она иногда к нему обращалась там за какими-то объяснениями, может быть, святых писаний. Они общались. И однажды пастух увидел вот это вот дело, что принцесса общается с простым, ну, таким вот бедным человеком. И настучал отцу. И отец приказал Падмасамбхаву сжечь. И вот на этом месте, где было озеро, тут уже идёт две версии. Одна версия, что сделали костёр, подожгли его. И он начал, поменял огонь на воду. И потекла вода, и её прибавлялось, прибавлялось, прибавлялось. И в конце концов появилось озеро. Другая версия, которую я вчера услышала, тут от русской девушки, которая здесь долго живёт, часто приезжает. Она говорит, что Падмасамбхаву на самом деле сожгли. Но через неделю на месте его сожжения появилось это озеро. И он плавал посреди озера в цветке лотоса. Вот такая вот легенда. Здесь много-много всяких монастырей, разных тибетских традиций. Вон вдалеке с золотой крышей гуру Двара. А озеро полно прожорливых карпов. Их все приходят кормить. Кидают вот там вот набережная такая. Кидают специальные, сделанные из теста шарики. Продают их по 10 рупий. И они хватают, налетают такими толпами, там по 100-200 рыб. Рты открытые, постоянно спины, борьба, чуть не выпрыгивают. Страшное дело. А здесь вот монахи. Мы сейчас там с ними сфотографировались. Вон там Тамарочка сидит. А вот здесь живут монахи, наподобие их общежития. Девушка. Интересно, что она там делает. Вот мы приходили вчера и позавчера. Видели только юношей монахов. Вот. Такая красивая статуя Будды. И вот здесь можно обойти. Ну вот я обхожу. Так тут нет, конечно, этих тибетских барабанов. Просто обхожу, читаю. Ом мани под мехом. Ом мани под мехом. По кругу. И вот здесь интересно. Вот даже лесенка сделана в виде вот этой штучки. Это как оружие такое древнее из Махабхары. Это варджина. Это наподобие колеса сансары. А внутри инь и ян. Пересекается вот этот знак. Черное, белое, мужское, женское. Гармония. Красивый городок. Мы уже четвертый день. Мы завтра уезжаем. Нам здесь очень понравилось. Тихий, спокойный. Мало народу. В основном так очень много монахов. Все такие улыбчивые, дружелюбные. Еда дешевая. Мамо по 40 рупий. Что мы там еще талии по 40 рупий. Талии, это рис. И вот несколько еще там овощей. Еще какие-то подливки. Ну, штук пять всяких разных к рису. И чапати, лепешечки. И добавляют сколько хочешь. Они тебе докладывают, докладывают, докладывают. Вот. В Манале, где мы были на севере, там еда, конечно, дороже. Там мамо. Ну, это как пельмени такие с овощами. Они по 80, по 90 рупий. Ну, и по-нашему это рублей. Вот. Завтра уезжаем в Трамсалу. Трамсала. Там резиденция Далай-Лама. Вот девочки-индусочки пришли. Тут, чтобы подняться к этому Будде, надо много-много-много ступенечек там снизу. Вот от озера пройти. Хорошее место. Очень спокойное. Дальше. Отлично. Продолжение следует...